Вы прикоснётесь к этому, как работает механизм власти, что это даёт людям, что это даёт каждому гражданину. Слова напутствия юным политикам от старшего поколения, чтобы понимали, что нынешний их статус – дело ответственное. В состав молодёжного правительства вошёл 21 человек. Это ученики школ, студенты Новоскольского сельскохозяйственного колледжа, работающие молодёжь. Они готовы говорить о насущных проблемах, готовы и предлагать пути их решения, например, по созданию новых рабочих мест. А если мы запустим выпуск тех же стройматериалов, за которыми мы уезжаем в старое, в другой город, запустим здесь, опять же, рабочие места, стройматериалы, пожалуйста, мы можем строить. Глава района, в свою очередь, готов напомнить молодёжи простые законы рынка. Вот у нас стоит паркетный завод, его хотелось бы запускать. Но чтобы он работал, нужно среди. А среди – это труд, который растёт в нашем лесу. А нам это нужно. То есть, ради сиюминутной выручки, но грубим, наверное, это не нужно. И, соответственно, в каждом конкретном случае решение должно быть индивидуальное, продуманное, соответственно, грамотное. С последующей какой-то перспективой. Марина Швирст не уехала из Нового Оскола в поисках лучшей доли. И готова делать всё возможное, чтобы её примеру последовали и другие. Сделать жизнь интересной и насыщенной – одна из целей сформированных молодёжных министерств. Мы работаем на людей, для людей, стараемся для них. Если это спортивная сфера, то, опять же, организация мероприятий, которые способствуют вовлечению молодёжи, организация досуга молодёжи. Реализация проектов молодёжного правительства рассчитана на два года. Но первые итоги можно будет подвести уже в декабре. Елена Галатовская, Игорь Доценко, Новости Мира Белокурья.